Медленно досчитайте до 10 и выдохните. В сегодняшнем видео будет множество неприятных сюжетов. Корни вашей орхидеи превратились в кисель или в кашу и продолжают портиться, несмотря ни на что. Зачем производители начали удалять меристемы на цветоносах орхидей? В чем их выгода? Кладка насекомого вредителя или отек листьев орхидеи. Как их отличить? Их часто путают, особенно новички. Как отличить безобидных ногохвосток или колембол, в народе их называют подурами, от настоящих вредителей, от трипсов. Ведь говорят, они похожи. Так ли это на самом деле? Тема сегодняшнего выпуска на канале, купили проблемную орхидею, что делать дальше. Привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра. Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Эта история началась чуть более трех месяцев назад, 19 декабря 2023 года. И это был не просто день, это был день моего рождения, который в прошлом году все никак не заканчивался. И почти в полночь, в кромешной темноте, я встречала подарок из другого города Приморского края, из города Артем. И этим подарком был фаленопсис, фаленопсис Викторио. Именно этот крупноцветковый фаленопсис будет выступать одним из двух героев сегодняшнего рассказа. Вторым героем сегодняшнего рассказа и вторым проблемным растением будет выступать вот этот Биглип. Обе орхидеи приобретались с помощью онлайн-продаж в интернете в разных городах Приморского края. Зимние приобретения с доставкой – это всегда рулетка. Повезет, не повезет, где бы вы не приобретали орхидеи. И в этот раз в двух случаях из четырех нам не повезло. Ни Наталье в Артеме, ни мне во Владивостоке. Мы заказали орхидеи в двух разных городах Приморского края. И обе орхидеи оказались проблемными. О том, каким должен быть порядок действий при покупке новой орхидеи, я рассказывала в прошлом видео на канале. И если вы его не смотрели, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Я распаковала орхидею и начала первичный визуальный осмотр растения. Первое, что меня больше всего смутило, это не порванные цветы и не листья в отеках. Это цвет корневой системы. Корни фаленопсиса были желтыми, можно сказать, наводненными, будто раздувшиеся опарыши. Всегда ли желтые или обесцвеченные корни являются признаком их нежизнеспособности или полной гибели? Не всегда. Не так давно в наш телеграм-канал, а точнее в чат общения нашего телеграм-канала поступил вопрос о вот таких корнях фаленопсиса. Являются ли такие корни функциональными или это гнилые и мертвые корни? На ваших экранах абсолютно здоровые корни орхидеи. Как известно, корни орхидеи, как и листовая масса растения, участвуют в общем процессе фотосинтеза. Если корни орхидеи лишить цвета, в них перестанет вырабатываться хлорофилл или зеленый пигмент. И корни орхидеи перестанут зеленеть, а будут оставаться вот такими, желтыми или даже белыми. Скорее всего, у производителя эти орхидеи росли в непрозрачных контейнерах или поддонах. А возможно, корневая система вместе с горшком находилась в непрозрачной картонной коробке. Не паникуйте и не спешите предпринимать какие-то экстренные действия. Достаньте фаленопсис, поставьте его на яркий рассеянный свет и подождите 2 недели. Корни наверняка позеленеют. Итак, рекомендация для проблемных растений номер 1. Не торопитесь! Поставьте растения в ярко освещенное место и наблюдайте, по крайней мере, 2-3 недели. За это время здоровые корни без хлорофила позеленеют, а больные и гнилые корни превратятся в кашу или в кисель. Мои проблемные орхидеи проявили свои полностью сгнившие корневые системы ровно за 14 дней. Отличить здоровые корни фаленопсиса от гнилых очень просто. Гнилые корни не держат форму. Они мягкие, при надавливании на них может выделяться зловонная жидкость. Чаще всего у гнилого корня не гибнет только внешняя оболочка, потому что она уже мертвая. Внешне эта оболочка даже может держать форму корня. Но суть это не меняет. Внутри она пустая. Она легко стягивается с центрального стержня корня, как чулок с ноги. И новичкам нужно отчетливо понимать, что это лишь внешняя защитная оболочка корня. А сам корень находится глубоко внутри и представляет собой тоненькую светлую проволочку. Вот ту, которую вы видите в центре. Кто бы что вам не говорил, вот эти светлые пружинки в центре корня всегда нужно сохранять. И ни в коем случае нельзя их обрезать при пересадке орхидеи. По крайней мере до тех пор, пока эти проволочки выглядят светлыми, не хрупкими, не ломкими и жизнеспособными. Если после покупки орхидеи прошло 3-4 недели, корневая система орхидеи продолжает гнить. И у вас полный горшок гнилых корней в активном состоянии гнили, такую орхидею лучше пересадить. По крайней мере, я сделала именно так. Для пересадки фаленопсиса с активно гниющей корневой системой я выбрала, как всегда, пластиковый прозрачный горшок с отверстиями разного диаметра. Для чего? Для того, чтобы еще больше увеличить аэрацию корневой системы внизу посадки. Разумеется, это, как всегда, была посадка на фитиль, но в первое время я не собиралась его использовать. Целью пересадки было устранение невероятно большого количества гниющей органики. Разумеется, природа позаботилась и об этом, и создала санитаров посадок, наших помощников, которых многие боятся и пытаются истребить их всеми возможными способами. Но даже огромное количество наших помощников не способно справиться с полным горшком гниющей органики. Почему их не следует бояться и истреблять? И о ком вообще идет речь? На ваших экранах колемболы – ногохвостки, или, как их принято называть в народе, подуры. Эти мелкие наземные членистоногие очень широко распространены, особенно в умеренных широтах от Арктики до Антарктики. Отличить этих природных помощников от вредителей достаточно легко. Они способны осуществлять быстрые прыжки при помощи прыгательной вилки. Кто придумал, что эти существа способны навредить орхидеям? Я не знаю. Ведь по типу питания эти существа преимущественно редуценты, то есть питаются исключительно отмершей органикой, грибами и водорослями. Кроме того, и это очень важно, в лабораторных условиях у 30 видов ногохвосток выявлена зоофагия на мелких почвенных червях. Они способны истреблять нематод. Во всех действительно научных источниках ногохвостки представлены как полезные существа. Они способствуют разложению, превращению в гумус, минерализации растительных остатков и играют заметную роль в почвообразовании. И даже в научных лабораторных исследованиях они признаны биоиндикаторами загрязнения. Иными словами, там, где много ногохвосток, много неразложившейся органики. Простыми словами, там очень грязно. Забегая далеко вперед, могу сказать, что даже спустя 3 месяца в посадке этой орхидеи присутствуют ногохвостки. И меня это нисколько не смущает, ведь я знаю, что в посадке орхидеи работают санитары. Помните, что эти активно двигающиеся членистоногие не вредят живым и растущим тканям орхидеи. Наличие ногохвосток в посадке не помешало орхидеи начать адаптацию в новых условиях и начать рост новой корневой системы. Случилось это ровно через месяц после получения. 19 января 2024 года я увидела новый корень от ствола орхидеи. Давайте внимательно посмотрим на орхидею целиком и определим, по каким критериям орхидею без корней можно поместить в новую посадку без осуществления каких-либо дополнительных действий. Как я вам уже ранее рассказывала, основная жизнь орхидеи заключается в ее стволе или стебле, а основной запас питательных веществ располагается в ее листовых пластинах. Таким образом, если ствол орхидеи здоров и у нее есть 2 пары листьев, хотя бы 4 листа, эту орхидею можно посадить в новую посадку и уже в ней ждать роста новых корней. При этом листья орхидеи должны быть в тургоре, они не должны висеть как тряпочки. Если у листьев орхидеи нет тургора, его сначала нужно восстановить и только потом помещать орхидею в новую посадку. Итак, у фаленопсиса викторио на момент активации корневой системы было 4 листа с относительным тургором. Самый короткий из них 5 см, самый длинный 18 см. На листьях свежих механических повреждений нет, зафиксированы множественные отеки и трещины листовых пластин. Если листья ваших орхидеи лопнули, треснули, разошлись в разные стороны и вас это смущает или вам это мешает, их можно заклеить с изнаночной стороны листа малярным скотчем или хирургическим пластырем. Основное требование к материалу, которым вы будете заклеивать лист, чтобы он был дышащим или воздухопроницаемым. Застарелые отеки на листьях орхидеи могут выглядеть по-разному, и как вдавленности, и как наоборот, выпуклости. Отеки на листьях орхидеи могут возникать и от избытка, и от недостатка воды в ее тканях. Отеки не лечатся и не доставляют орхидеям особых проблем, кроме разве что визуальных. Застарелый отек на листьях орхидеи вас вряд ли напугает, а вот свежий... Свежие отеки на листьях орхидеи часто путают с кладками насекомых вредителей, в частности, с кладками трипса. В видео о том, как распознать и обезвредить трипса, я рассказывала вам, что яйцеклад у трипса достаточно слабый и способен проколоть только молодую, свежую ткань листа орхидеи. Таким образом, если вы обнаружили водянистые волдыри на нижних листьях орхидеи, зеленая ткань которых уже давно вызрела, это однозначно не кладка вредителя. Трипсы намеренно селятся в центрах розетки фаленопсиса для того, чтобы дождаться появления молодого листа с невызревшей зеленой тканью и отложить в нее яйца. Визуально трипса часто путают с ногохвостками, а зря, ведь у них совершенно разные поведенческие реакции. Давайте посмотрим, как выглядит самый злостный вредитель орхидеи – трипс. Помните, как двигались ногохвостки? Они постоянно скакали с помощью своей вилочки. Трипс двигается по-другому, он будто бы виляет попой. Ногохвостка – бескрылое существо, а у трипса есть блестящие крылышки. Посмотрите внимательно на этот движущийся объект и запомните врага в лицо. А я еще раз выражаю глубокую благодарность всем участникам телеграм-канала за предоставленные видеоматериалы. Если после покупки вы обнаруживали на своей орхидее следы пребывания трипса или самого вредителя и провели лечение, вы должны выдержать орхидею в карантине. Сколько должно длиться карантинное пребывание орхидеи в отдельном помещении? Карантин должен длиться до появления здорового полноценного листа. Посмотрите внимательно на свои экраны. Прежний лист не вырос, зато растет полноценный новый. Почему? Это происходит тогда, когда у орхидеи совсем нет корней. Недорастив один лист, орхидея принимается растить следующий и уже его растит до полного размера. А мы тем временем можем пронаблюдать, какой стала корневая система фаленоптиса Викторио за два месяца. Без каких-либо усилий, без применения каких-либо дополнительных средств, только при организации правильных условий содержания и правильного ухода, орхидея смогла нарастить себе новую корневую систему и новый полноценный лист. К слову сказать, цветонос орхидеи я не срезала все три месяца, чтобы показать его вам, ведь он особенный. Я обратила внимание, что несмотря на то, что обе орхидеи были куплены в разных местах, на цветоносах у обеих были срезаны все меристемы. А это значит, что производители начали исключать возможность следующего домашнего цветения этих цветоносов с пробужденных меристем. Поэтому слишком длинный цветонос со срезанными меристемами я оставлять не буду, оставлю лишь ту часть, с помощью которой креплю растение к цепочке подвеса. Раз и готово! В прошлом видео я показывала вам, как поливать орхидеи в зависимости от их активности. Когда растение неактивно, мы поливаем его с помощью микрополива. При обнаружении первой активности начинаем поливать его проливом. Именно этот способ полива вы сейчас видите на своих экранах. И снимая процесс полива методом пролива, я обнаружила одну маленькую деталь, благодаря которой способ полива пришлось изменить. Вот эта деталь. Новый цветонос у орхидеи, которая еще 3 месяца назад была совсем без корней. Напоминаю вам, что полив орхидеи не может быть всегда одинаковым. Он должен меняться в зависимости от стадии активности орхидеи. Чем активнее орхидея, чем больше у нее растущих частей, тем больше воды ей требуется. Орхидею с растущим листом, корнями и цветоносом я поливаю методом погружения. Методом погружения или методом замачивания суть от этого не меняется. Орхидея помещается в емкость с водой или заливается водой на 2 трети объема горшка. Я заливаю еще выше, практически до края горшка, чтобы вся корневая система орхидеи смогла напитаться водой. Вы ведь помните, что основная часть корней орхидеи находится в верхней части посадки? Ведь все корни, которые на данный момент имеют орхидеи, это новые молодые растущие. И очень важно, чтобы именно эти корни сейчас имели доступ к воде. Как только все эти корни позеленеют, полностью пропитаются водой, орхидею можно вынимать. Вот такого результата я достигла за 3 месяца пребывания орхидеи у меня дома. Это и новые многочисленные корни от ствола орхидеи, и новый здоровый молодой лист, и новый домашний цветонос. Никакие искусственно синтезированные или природные средства на этой орхидее не применялись. Давайте еще раз повторим, что это за условия. Восстановление орхидеи проходило в самое темное и самое холодное время года, поэтому обязательным условием для восстановления орхидеи является дополнительное искусственное освещение, доводящее длину светового дня до 14 часов для больных орхидей в сутки. Орхидею без корней трудно назвать полноценной, хоть и нельзя назвать больной. Для этой орхидеи световой день составлял 14, а иногда и 16 часов в сутки. Кроме того, обратите внимание на расстояние от светильника до листьев орхидеи, и помните, что растениям на восстановлении требуется больше света, чем здоровым. Если вы не так давно на канале, то я расскажу, что я не использую профессиональные или специализированные фитосветильники. Я использую самые простые светодиодные светильники бытового назначения с цветовой температурой 6500 кельвинов и мощностью от 36 ватт и выше. Постоянный воздухообмен вокруг орхидеи, находящейся на восстановлении, обязательное и необходимое условие. И если в вашем помещении нет естественного движения воздуха, вам обязательно нужно позаботиться о вентиляторе, хотя бы маленьком. В помещении, в котором восстанавливается орхидея, должно быть тепло. Идеальные дневные температуры 24-26 градусов Цельсия. Идеальные ночные 18-20 градусов. Повышенная влажность воздуха для орхидеи в этот период совершенно не нужна. Помните, что при повышенной влажности активнее развиваются патогены. А при низкой влажности орхидею можно гораздо чаще опрыскивать. И это очень эффективно. К сожалению, лимит продолжительности сегодняшнего видео исчерпан. И о второй проблемной орхидее мы поговорим в одном из будущих видео на канале. И чтобы не пропустить это видео, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А если вы хотите узнавать новости канала еще быстрее, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, который так и называется «Классика орхидейного жанра». Ссылку на наш телеграм-канал я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного! Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу.